Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам свои новые покупочки с магазина Paris Nail. Что я там купила, какие новиночки я приобрела, сейчас я вам покажу. Давайте приступим. Итак, первое, что я приобрела, это бафики для работы. Я всегда использую такие квадратные бафики для работы, очень удобные, и выкидываю я постоянно их, потому что использую их одноразово. Они у меня кончились, и поэтому я решила их взять. Вообще, я беру фирмы Monami. По-моему, раньше такие были, сейчас я не знаю, есть или нет. Но вот сейчас я решила взять белого цвета фирмы Paris Nail. В общем, там грит 100 на 180 и 50 штук. Дальше. Я взяла крафт-пакеты, потому что кончились у меня такие большие крафт-пакеты для ножниц, чего-то такого большого объема, размера. Потому что чаще я, конечно же, пользуюсь маленькими крафт-пакетами. Вот совсем недавно тоже заказывала вот такой крафт-пакет. Он прозрачный. Взяла его на озоне. Если вам интересно, я могу вам оставить ссылочку. Маленький для фрез, очень удобно. Если вам интересен размер, то это 60 на 100. А у этих крафт-пакетов размер 75 на 150. Фирма эта Медтест. Я еще не пробовала такую фирму. Не знаю, как у них срабатывает индикатор. Так что будем смотреть, как получится. Если я успею запустить это в сухожар, проверить, я оставлю. Здесь в видео вставлю этот индикатор, потому что часто встречаются с нерабочим индикатором. Поэтому, если вы купили, допустим, и у вас крафт-пакеты с нерабочим индикатором, можно просто взять рабочий индикатор, отдельно купить, приклеивать их и все. Либо ложить в пакетик туда. Тогда вам можно будет использовать эти крафт-пакеты. И вы будете знать, что у вас хорошо все продезинфицировалось. Далее. У меня кончились прессиновые палочки. Я взяла такой вот размер небольшой. Тоже их выкидываю, использую одноразово. Очень было жалко выкидывать из себя такие длинные палочки. Покажу. А вот я, кстати, покажу, как я готовлюсь к клиенту. У меня всегда вот такая вот коробочка рядом. Тут лежат одноразовые пилочки, бафики. Такой вот бафик я кладу. Щеточка, форма для пилочки. Отрезанная уже пилочка. И готовые инструменты. Всегда я кладу синий набор инструментов. Это пламя и фреза, чтобы отрезать кутикулу. То есть это либо шар, либо микрофон. Потом у меня идет шлифовщик, которым я зашлифовываю кожу. Какая-то фреза для снятия материала. И ножницы. Ну, еще и тут идет апельсиновая палочка. Апельсиновая палочка у меня была вот такого размера, длинного. Не всегда удобная такая длинная палочка, поэтому я взяла чуть-чуть поменьше размера. Будем смотреть. Итак, здесь количество 100 штук, маленькие. И я всегда выбираю апельсиновые палочки так, чтобы у них вот эта вот часть была ровная. То есть срез был ровный. И не было торчашек каких-то, чтобы это цепляло кутикулу. Но если у вас такое произошло, и допустим, апельсиновая палочка не очень ровная, то можно исправить это просто подпилить пилочкой. Но это не всегда удобно, когда уже клиент пришел, этим всем заниматься. Лучше сразу купить какие-то хорошие апельсиновые палочки. Далее я взяла формы. У меня был выбор взять от Эми или от Рунейл. Вот у меня от Эми форма вот такие вот. Я ими пользуюсь. От Рунейл. Вот они. Еще у меня есть от Пенби форма. Тоже длинники такие. В чем преимущество Рунейла? У них вот тут вот отклеиваются сразу с ушками. Мне очень это понравилось. Это удобно. Бывает, что этого достаточно, чтобы подставить форму, и уже ничего не нужно обрезать. Но это не всегда так, конечно, иногда приходится подрезать. Но иногда это реально выручает, и ты делаешь это быстрее. Наращивание. Вот. Здесь опять же нужно вырезать. Здесь тоже нужно вырезать. Из-за этого я этими редко сейчас пользуюсь. Хотя форма отличная, и мне не нравится. Вот. И у меня был выбор между Эми, только у них немножко обдавленная форма, и тоже с ушками. И вот этой. И она тоже была подлиннее. То есть это форма. То есть они делали ее немножко длиннее. Черную. Вот. И эта вот еще длиннее. Эта 14, там, по-моему, у них до 11, или до скольки, я не помню, деление. Вот. И я взяла опять вот эти формы, потому что они мне понравились. Мне... У меня не было к ним никаких претензий. Мне очень нравилось ими наращивать. И стоят они дешевле. По-моему, на рублей 100. Я не помню. Ну, в общем, я подумала, что выгоднее и удобнее мне взять вот эти формы. Они серебряные, красивые. Я еще часто отрезаю лишнюю длину, чтобы она не мешала. Это вот эту часть. И получается вот такая форма. Эта вот готовая уже лежит, клиента ждет. Поэтому остановилась я на этой фирме форм. А какая ваша любимая форма? Напишите в комментарии. Мне интересно и другим тоже. Итак, следующее это гель-опция. У меня очень многие любят гель-опция. Многие меня спрашивают, как мне гель-опция. Это гель гипераллергенный. Поэтому он очень многим подходит клиенткам. Итак, вот такого цвета мой гель. Такого бежевого оттенка. У меня есть более розовый оттенок, который Nail. У меня есть молочный, розово-молочный, прозрачный. И я вот еще решила взять более бежевый цвет. Потому что тоже часто используют. Потом я когда-нибудь попробую наращивание на этот цвет. И вам обязательно его покажу. Так что подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Чтобы не пропустить это интересное видео. Далее. Кстати, тон 8. Далее это два вот таких гель-лака. От InGarden. Летняя коллекция. У меня уже есть такой лак один. Я уже как-то приобретала такую коллекцию. Только фиолетового цвета. Только я не знала, что это полупрозрачный гель-лак. И взяла. Мне он очень понравился. И потом я поняла, что он немного полупрозрачен. И тем самым очень интересен. Тем, что сейчас популярны полупрозрачные оттенки и цвета. И я решила попробовать вот такой цвет взять. И у меня многим клиентам понравилось. Также у меня есть видео с таким цветом. Там я использовала в виде дизайна поталь. И это видео у меня достаточно много смотрели. И всем понравился такой цвет. Также клиентам понравился. И я решила взять вот таких еще два оттенка. Дополнительно уже более летних. Сейчас я вам покажу. Вот такой оттенок. Он зеленый, но при этом больше синий. То есть такой зеленый-синий оттенок. Очень красивый. 146. Из 148 он уже более такой желтый, но, как вы видите, он нежный. Как раз подойдет под разные дизайны. Также можно использовать его как фон под френч. То есть такой френч. Сейчас популярен тем, что мы делаем ногти разноцветные. Вместо базы какой-то, да, полупрозрачный, бежевый. Мы используем полупрозрачные оттенки. И они очень круто смотрятся. Также можно делать эффект камня тоже при помощи этих оттенков. Просто носить их тоненько, поэтапно и делать прожилки белым цветом. Самое интересное в покупке это масло, сухое масло. Это масло запаха маршмаллео. И оно с блестками. В общем, если вам нужна информация именно, что здесь в составе, вы можете остановить видео и посмотреть. А вообще я вам скажу, что запах очень крутой я уже понюхала. Очень вкусно пахнет и красиво выглядит. А еще мне нравится такой формат масла, когда можно пипеточкой набрать это масло. Вот видите, здесь такие крутые блестки. Мы встряхиваем это масло и эти блестки, они там кружат в этом масле. Оно сухое и тем самым очень удобное. Для мастеров, для клиентов наносим пипеточкой. Пипеточка у них удобная достаточно. Вот такой формы. И пахнет великлепно. Вообще часто есть такие химозные запахи, которые мне не нравятся. И вот это вот достаточно вкусный запах. Я его рекомендую. Сухое масло. Чем оно лучше, чем просто масло? Допустим, вот такое вот простое масло. Тем, что оно высыхает быстро. Если вам нужно сделать фотографию, либо вам нужно нанести клиенту, а не всем клиентам нравятся жирненькие пальцы после масла. Хотя масло нужно нанести после процедуры. И сухое масло в этом плане очень удобно, что клиенту наносишь, и он уже чувствует, то есть в это время успевает оно впитаться, оно становится сухим. И все, никакой жирности нет. Клиенту удобно там в телефоне что-то смотреть, там одеваться и все такое. И он уже ничего не запачкает. Ему уже будет приятно. Также запах приятный. И будем смотреть, насколько быстро кончится это масло. У меня такие подозрения, что раз оно такое более водянистое, оно может закончиться намного быстрее, чем обычное масло для кутикулы. Это еще не все. Приобрела я еще фрезы. Одна фреза интересной формы, вот такой вот. Никогда такую не брала еще. Я не знаю, как ей будет работать удобно или нет, но я видела много видео, как ей работают, и выглядит это удобно. Будем пробовать, смотреть на клиентах, на себе будем проверять. Также я взяла микрофончики, уже побольше размером, чем у меня обычно. Тоже буду смотреть, насколько удобно такими микрофонами работать. Вдруг будет более удобно и будет лучше срезаться кутикула. Я тоже, может быть, сниму с ними маникюр и посмотрим, как они будут в работе. Если вам нужны какие-то, какая-то информация о фрезе, если вам что-то даст эта информация, то вот такая вот фреза. А на этом все. Если вам понравилось такое видео, то обязательно поставьте пальчики вверх. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok